МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Шестеро воздержались. Депутаты КЗС проголосовали за поправки в Конституцию. Выдадут по 2000, ежегодно ли будут поддерживать детей войны? Вместе в Барнауле открылся ремесленный центр, где будут заниматься и обычные, и особенные дети. По 2000 рублей глава региона предложил поддержать детей войны единовременным пособием. Под статус «Дети войны» попадают люди, которые родились с 1 января 1928 по 3 сентября 1945 года. На Алтае таких около 130 тысяч. Дети войны в рамках краевого закона, конечно, получают социальную поддержку, но реальных денежных выплат нет. Поэтому глава региона и внес в региональный парламент закон о единовременном пособии. Народные избранники рассмотрят его уже на мартовской сессии. Если будет одобрено, то я немедленно подпишу указ, который устанавливает уже и размер таких выплат. В этом году он может составить 2000 рублей каждому человеку. И уже в апреле мы сможем приступить к тому, чтобы реализовывать эти решения. Предполагается, что выплаты в будущем будут совершаться раз в 5 лет к юбилею Победы. Сумму определит губернатор. Большинством голосов краевые депутаты накануне проголосовали за поправки в Конституцию. Правда, 6 человек воздержалось. Оппозицию на внеочередной сессия КЗС возмутила сумма, которая будет потрачена на народное голосование по поправкам. С подробностями Валентина Аскерова. Вы знаете, что на проведение вот этой процедуры, которую я, кроме как прихотью президента назвать по-другому не могу, будет потрачено порядка 14 миллиардов рублей. При этом на повышение пенсионного возраста сэкономили 21 миллиард. Лидер коммунистов уверен проводить дорогостоящее народное голосование в ситуации, когда экономика в тяжелом состоянии неразумна. Тем более, что голосование формальное, ведь по мнению Прусаковой ничего принципиально не изменится. Многие поправки продублированы сейчас в федеральных законах. К примеру, то, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Ну, давайте внесем в Конституцию, что дважды два четыре, что воздух воздушный. Фракция КПРФ сегодня внесла действительно своих принципиальных 15 поправок. Две основных – это пенсионный возраст и природные ресурсы, которые должны принадлежать жителям всей нашей страны. Процедуру по принятию поправок Прусакова многозначительно назвала прелюдией к решению одного вопроса. Досталась от лидера коммунистов и Валентины Терешковой, которая предложила обнулить президентский срок. Говорю сейчас как жительница Алтайского края, вот теперь к стыду моему, человека, который приземлился на территории нашего региона. В итоге шесть из восьми коммунистов воздержались при голосовании. Более единодушны были единороссы, все они поддержали изменения в главном документе страны. Те поправки, которые внесены сегодня, вносятся, вернее, в нашу Конституцию, они очень масштабны и отражают многие аспекты нашей жизни. Инициативы президента направлены на развитие социального института, это и пенсионное обеспечение. За поправки и представители «Справедливой России». Главный аргумент – предложения президента перекликаются с их собственными. Речь идет об ежегодной индексации пенсии, защите суверенитета государства и другом. Правда, эсеры озвучили и замечания. Была отклонена наша принципиальная поправка о возврате к прежним цифрам выхода на пенсию. Мужчина 60 лет, женщина 55. Наша фракция в Госдуме вносила поправку о недопущении принятия любых законов, которые отменяют социальные обязательства государства без какого-либо равноценного возмещения. Эта поправка, к сожалению, тоже не прошла. Не поддержали и наше предложение об обязанности Центробанка следить за курсом рубля. Поправки устроили либерал-демократов. Депутаты ЛДПР в Госдуме поддержали проект во всех трех чтениях. Поддержало и региональное отделение партии. Лидер фракции прокомментировал самую обсуждаемую поправку – участие действующего президента в предстоящих выборах. Партия ЛДПР считает, что главное – это проведение честной и чистой процедуры самих выборов, а не конкретной персоналии. По итогам сессии 56 из 62 депутатов проголосовали за поправки в Конституцию. Теперь решение КЗС направят в Совет Федерации. Окончательное решение примут люди в День народного голосования 22 апреля. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. К другим темам. Сюрикен изъяли у броноульского туриста. Мужчина привез из Таиланда сувенир, который таможенники забрали у него в аэропорту. Сюрикен – это металлическое оружие «Нинзи». Предмет отправили на экспертизу. Там определили, что сувенир – действительно холодное оружие. В пресс-службе Алтайской таможни подчеркнули, что сюрикены запрещены для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В отношении нарушителя завели административное дело. Ключи от 13 новых автомобилей получили участковые сотрудники патрульно-постовой службы полиции МВД России по Бурнаулу. Вручили машины во время проведения традиционного общегородского развода полицейских нарядов, который проходит каждый квартал. Он состоялся на площади свободы. Участие приняли около 200 правоохранителей. По традиции, руководство проверило внешний вид служителей порядка, их знания закона о полиции, экипировку. Напомнили им и о профессионально-этических нормах поведения, необходимости соблюдать права граждан, а также личную безопасность. Двум жителям Бурнаула в рамках развода вручили удостоверение народных дружинников. Продолжим выпуск. В Бурнауле начал работу первый инклюзивный ремесленный центр «Руки солнца». Посещать его смогут не только здоровые дети, но и особенные. Почему родители считают появление мастерской важным событием и чего центру пока не хватает? Расскажем далее. Мой ребенок еще подросток, то есть еще учится в школе, но я очень надеюсь, что мы здесь вот как бы ремесленную предподготовку организуем и для таких детей, для подростков, потому что готовиться к взрослой жизни надо все-таки начинать заранее. Про таких, как Алина, говорят. Особенный ребенок в медицинской карте у девочки. Серьезный диагноз – синдром Дауна. Но она, вопреки всему, жизнерадостная и активна. И, несмотря на инвалидность, мечтает работать на радио. Девочка музыкальная, любит петь, танцевать в силу своих возможностей. Она мечтает стать соведущей Сергея Лазарева. На новом волне вести передачу с ним. На радиоведущих здесь учить пока не планируют, но вокал в программе обязательно будет в перспективе. А пока дети смогут обучаться прикладному творчеству, гончарному делу и шитью. Заниматься начнут уже с понедельника. Открыли мастерскую именно научить инвадеток какому-то виду мастерства. Но этих видов у нас в мастерской очень много будет. Поэтому каждый ребенок может выбрать какой-то определенный вид для себя и именно научиться этому мастерству, чтобы в дальнейшем начать работать. Мы объединили усилия для того, чтобы сделать такие мастерские. Они называются инклюзивные, потому что у нас будут и здоровые детки, и больные детки заниматься вместе. Кстати, делать ремонт в помещении будущей мастерской помогали не только родители, но и сами дети. Ну, вот красил решетку, двери. Это немного вот покрасил. Чтобы ребята могли осваивать новые профессии в комфортных условиях, осталось делать лишь напольное покрытие. Заменить деревянные доски на линолеум. За время ремонта удалось собрать небольшую сумму. Правда, 100 тысяч рублей все еще не хватает. Организаторы ремесленного центра надеются на помощь неравнодушных людей. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Сколько часов нужно спать в сутки? Правильно ли мы спим? Сегодня есть повод об этом задуматься. Во всем мире отмечают Международный день сна. Сон – один из главных жизненных циклов, утверждают медики. В это время организм человека восстанавливает силы и приводит себя в порядок. По мнению Международной ассоциации медицины, правильный сон дает ощущение свежести и прилива сил. А вот неправильный, наоборот, провоцирует чувство усталости. Но это только верхушка айсберга. От сна зависит многое. Его недостаток может привести к болезни сердца, желудка и нервной системы. Врачи уверены, человек в среднем должен спать около 8 часов в сутки. Надо иметь в виду, что самый полноценный сон – это сон до 12 часов ночи. А совы, вылежаворонки – все-таки лучше спать именно ложиться до 12, потому что час сна до 12 приравнивается к 2 часам после 12. По словам медиков, справиться с недосыпом может помочь вечерняя прогулка, прохладный душ или чтение книги. Так что перед тем, как пойти спать, попробуйте расслабиться и успокойтесь. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.